МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это «Квартирный вопрос» и я, Оксана Козырева. Евгения и Павел Самсоновы настоящие авантюристы. Вместо застолья с Томадой у них свадьба в Лас-Вегасе, вместо отдыха на море восхождение на Кельманджаро. А сейчас хотят полностью переделать эту старомодную, но вполне уютную гостиную, которая хранит много дорогих воспоминаний для мамы Павла. Она живет в квартире больше 40 лет. Мы поддержим тягу молодых к экспериментам и предложим им немало сюрпризов. Будет и потайной бар, и складной стол со стульями, и двуспальная кровать. А спрячем все это в большой деревянной коробке. Дежурного по кухне Самсоновым долго искать не приходится. Татьяна Павловна всегда рада приготовить что-нибудь вкусненькое. Фирменные пироги пекла и в Сан-Франциско, где в 70-е годы они жили с мужем-дипломатом. Пироги пекла, и пельмени лепила, и блинчики с мясом. В общем, даже хлеб иногда пекли, так, или разнообразие. А вечером учебники на стол, и кухня превращается в класс. Татьяна Павловна, химик по образованию, снова меняет амплуа. Учит французскому двух юристов – сына Павла и невестку Евгению. Без знания языков в семье путешественников никак не обойтись. Трофеи из разных стран напоминают о поездках. Эти гигантские вилка с ложкой прилетели из Америки. Так называемый гараж сейл. То есть по субботам, воскресеньям, они, вот все, что у них там какой-то хлам, вот на продажу, там на выброс, от чего хотят избавиться, они выставляли на улицу, и, пожалуйста, какие-то были бросовые цены. Я издалека увидела эти ложки и так еще подумала, ну, за доллар бы я их купила. Мы подъезжаем, сколько? Доллар. Вслед за мамой эстафету принял Павел. Полки в гостиной ломятся от сувениров. Каждый добыт с приключениями, ведь маршруты он выбирает совсем не туристические. Это копье. Копье из Африки. Копье самое настоящее, то есть массаи, вот они ходят вот так вот с ним очень часто. То есть вот такое типичное передвижение. Вот эта часть используется для рубки травы, тростника, это там для охоты на животных. Перевозилась вот так вот. Она разбирается, упаковывается, и, в принципе, никто даже не подумает, что это удочка, можно представить. Евгения страсть мужа разделяет. Вместе они объехали полмира. Карта пестрит отметками их передвижений. Но вот Килиманджаро Павел покорил в одиночку. Когда набиралась группа, я пришел к Жене и говорю, Женя, я записался в группу на Килиманджаро. Она говорит, а я. Я говорю, а ты будешь беременна, тебе будет не до гор. Вот, в принципе, тогда еще... Это было, да. Тогда еще мы никто не сдал. Что, да, вот так и получилось. Юная путешественница Анфиса под руководством опытного папы тоже покоряет вершины. Дома пластиковая, в поездках настоящая. На лыжи Павел поставил всех членов семьи. И маму, и дочку. Свой первый спуск Татьяна Павловна совершила в 59 лет. Анфиса в год и 10 месяцев. Почитал эту литературу, что сначала дома, в ботинках, потом лыжи по дому, чтобы ребенок привыкал. И мы... Вот это она каталась у нас. Ей еще не было двух лет. Она по 10-15 метров свои съезжала с удовольствием. Еще один член семьи, сестра Павла Светлана, живет во Франции. 20 лет назад ее, как подающего надежды музыканта, пригласили на учебу в Париж. Со времени ее отъезда, кстати, в родных пенатах ничего не изменилось. Почетное место в гостиной по-прежнему занимает фортепиано, на котором Света осваивала азы нотной грамоты. Мой отец поехал на Ленинский проспект, как я вам сказала, выбрал пионера, приехали они. Тоже не понимая ничего в инструменте, он ее выбирал под цвет, подходящий к мебели. Вот, к этой. Вот, видите, я периодически ее туда заколачиваю. Ну, 40 лет. Даже для человека это много. Вот эта стенка, выходит она на вентиляционную шахту, и от нее зимой особенно очень веет холодом. Собственно, эта стенка, она служит тем, что, ну, она препятствует проникновению холода в квартиру. С климатом проблемы, да, у нас здесь. Здесь у нас 100 от батареи, здесь идет жар, отсюда идет холод. Кокну тоже пролезть достаточно проблематично, иногда просто даже лень лезть, из-за этого вот продемонстрируем. То есть это вот надо вот примерно вот так. Вот это вот все глобально не менялось. Здесь всегда был диван, здесь всегда был телевизор, всегда вот здесь была эта стенка. Единственное, пианино, оно было то здесь, то вот здесь. Вечный хрусталь, вечные статуэтки. Для мамы, наверное, это будет. Потому что, ну, как, ну, домашний хрусталь в старых московских квартирах у нас всех стоит. Мне просто хочется перемен. Татьяна Павловна, как же вы все-таки решились на переделку в этой комнате? Ну, время от времени надо менять жизнь, обстановку. Молодежь все-таки здесь живет, да, да. Хочется что-то новое, что-то свежее, что-то более светлое по тонам. Ну, то есть, вот, сколько я помню, это все одинаковое. И хочется, естественно, изменений. Любых. Давайте тогда сразу разберемся, что вообще в новом интерьере у вас должно быть. Ну, вот видите, у вас какой диван. Большой, красивый. Правда? Большой, двойник. Удобный, да. Ну, хотелось бы, чтобы тоже было большое и удобное. Потому что наше спальное место, да. Да, тоже хотелось бы, чтобы в каком-то виде оно сохранилось. Ну, хорошо, гостиная, получается, спальня. Игровая. Может быть, игровая, прекрасно. Столовая, нет? Да, да. Иногда собирается гости. Когда, ну, особенно сестра приезжает, да, то есть с племянниками, ну, мы здесь сто раз. А вот у вас раскладная книжка, всем известная. Так, важно, да, чтобы Евгений с Павлом хорошо было, комфортно, и с гостями вам уютно здесь быть. Мне неплохо. Ну, вот что хочется видеть, давайте вот с вас и начнем. Вот как вы себе представляете. Ну, не темная, это точно. Спокойная. Нормальная, строгая. Лаконичная. В меру, лаконичная. Ну, наверное, да, побольше светлых тонов, но я не буду возражать против ярких каких-то акцентов, потому что, действительно, они придают какой-то определенный шарм. Живость, конечно. Да, и живость в комнате. Я уже даже с Женей соглашаюсь, что мои эти все там многочисленные сувениры, от них уже рябит в глазах. Скрыть все лишнее, замаскировать? Да. Ну, наверное, Женя не сказал, для меня еще важно, чтобы было какое-то пространство для шкафа. Место для хранения? Место для хранения. Более функциональное, чем мы сейчас имеем. Ну, хорошо, материалы какие? Мне, например, нравится дерево. Так. Мне тоже нравится дерево, но при этом я вспоминаю, почему-то у меня сразу на какие-то дачные... Арованс. Да. Да, хотелось бы все-таки, чтобы это было больше городской, городская квартира, вот. Но я не против камней, например. Ну, раз вот о дереве заговорили, есть у меня кое-что близкое, это намек на ваш будущий интерьер. Это напоминает... Камин мне напоминает. Нет, это напоминает головоломку, да, которую раньше можно было разбирать, собирать. То есть это какой-то конструктор. Это может быть что-то связанное... С кроватью. Может быть, может быть, со что угодно. В виде окна сделано. А, да, кстати, похоже. А это вообще как домик, крыша такая. Все-таки будут дополнительные метры. Похоже, похоже. С выходом можно. С выходом в окошечко. Это что-то, что может принимать любые формы. Да, то есть это транспортно. Мне все-таки кажется, что это что-то с вашим спально-сидячим местом. Либо со столом. Так нажали, и так вылезли. Но вас радуют вот эти все мысли, ассоциации? Да, да. Вообще радуют все мысли о том, что что-то будет меняться. Тем более вот с какими-то такими штучками. Даже уже меня все на обычные ассоциации. Ой, ну и, кстати, Анна Павловна уже все радует. Надо срочно прощаться и начинать. Да. Все, давайте, провожу вас, пойдемте. Так, рассказывайте, куда поедете. Поедем на съемную квартиру. Будем там жить все это время. Волнуетесь? Страшно уезжать? Да, очень. Нет. Ну, раз мужчина спокоен, и вы будете спокоены. Все, тогда счастливо отправляйтесь, размышляйте. До свидания. До свидания. До свидания. Евгения, Максим, при таком раскладе, когда в одной комнате и гостиная, и спальня, и игровая всегда чем-то жертвовать обязательно приходится. Например, наши герои даже не представляют, что здесь кровать может появиться. Но мы им обратное докажем. Да, Оксана, у нас появится кровать, но в первую очередь мы избавимся от этой стенки. Здесь у нас появится некий портал, который будет делить пространство на три различных зонок. Где он будет, мы сразу покажем. Давайте. И, получается, пойдет он по потолку и по противоположной стенке. Он пойдет по потолку. Соответственно, в этом портале, в этой части у нас будет вместительный книжный шкаф. Так. По середине бар. А с этой стороны у нас будет кровать-трансформель, которая будет опускаться вечером. Причем сейчас, если смотришь на этот портал, в жизни не догадаешься, что там настолько богатое содержание. Так и задумано. То есть у нас получится некая комната в комнате благодаря этому порталу, да? Да. Такая обособленная спальним баром. И портал еще задает ощущение такого гнезда. То есть потому что он у нас по фактуре отличается от всего намеренно. Деревянный, теплый. Да, да, теплый, уютный. И героям будет там приятно, я думаю. Неспроста мы нашим героям змейку показывали, да? Во-первых, она у нас с деревянными этими поверхностями. Да. А во-вторых, показывает, что все у нас так вот складывается, раскладывается. Да, и трансформируется. В этой части у нас будут располагаться два вместительных платяных шкафа. Справа и слева. Сверху он прессоль, внизу пианино. Гостиная у нас тоже в привычном месте будет находиться. В этом месте у нас будет располагаться большой модульный диван с дополнительными системами хранения. Вот эта часть дивана будет смещаться на это место для того, чтобы мы могли опустить кровать в вечернее время. И таким образом здесь у нас вторая кровать будет появляться. Да, образуется дополнительное спальное место, куда в случае приезда родственников можно их и положить. Отлично. Ну а на случай приема гостей, пока вот наши герои вот этим столом, книжкой пользуются. Да. Этот стол нам показался очень неудобным. Для этого у нас... Ни одному поколению жителей нашей страны он показался неудобным. Так. Будут гораздо легче столы использоваться. Разборные. Также разборные стулья. То есть все будет складываться, раскладываться, легко уноситься и приноситься. Так, также эти стулья можно использовать как импровизированный зрительный зал. Когда кто-то музицирует на пианино, зрители могут слушать. Но стулья у вас очень необычные. Да, Оксана. На этом месте у нас будет располагаться глубокий вместительный шкаф, в котором поместятся все наши стулья и столы. Два стола и целых восемь стульев, да? Да. Так. Очень интересная модель. Мы вдохновлялись идеей французского дизайнера Кристиана Десиля. Он нам понравился тем, что он компактный, необычной формы. Это работали его по-своему. То есть это ваша версия этой модели? Да, это наша версия. Мы сделали его комфортным для сидения за счет того, что он мягкий. Так. Он очень легко раскладывается и на нем удобно сидеть. Присесть. Кажется, для раскладного стула очень комфортно, потому что он прям такой основательный. Он крепкий, при этом он может выдержать до 120 килограмм. И также в этом стуле мы использовали всю палитру нашего интерьера. То есть серый войлок, дерево и белый пластик. Ну и весь интерьер у нас должен получиться легким, светлым. Под стать этому стулу у нас дерево белое, серое, воздух и простор. Комфортным и функциональным. Далее в квартирном вопросе. Новости и старости миланского мебельного салона. Стол, восставший из пепла, сверкающий пластик, печь из пенопласта. Я подумал, что делать с кучей пенопласта, которым обкладывают при перевозке бытовую технику. А также дверь штора, комод-аквариум, зонт-веер и диван для ленивых. Не нужно много трудиться, чтобы вернуть все на место, если вы, например, ночь до утра веселились на террасе. Квартирный вопрос приступает к переделке комнаты площади 22 квадратных метра. Она и спальня, и гостиная, и столовая, и игровая. Герои жаловались на шум и холод от вентиляционной шахты за стеной. Избавим их от этих проблем. В каркас из металлических профилей укладываем тепло-звукоизоляционный материал из древесного волокна. После этого все стены, кроме торцевой, зашиваем. Сначала ДСП, затем гипсокартоном. На потолке тоже используем каркас из металлических направляющих. Он нужен, чтобы выстроить два прямоугольных короба из гипсокартона, в будущей гостиной и у входа. Позже отчертим их светодиодной лентой. Это и эффектный способ зонирования, и приятная камерная подсветка. Дверной проем, как и планировали, сужаем. И заодно монтируем кассету под финал, куда будет заезжать новое дверное полотно. Окно меняем. Оно более качественное и надежное, чем прежнее. Все три створки одинаковой ширины. Пластиковый профиль 76 миллиметров, ламинирован под светлое дерево. Ручки на замках, ведь в доме маленький ребенок. Перед покраской поверхности доводим до совершенства шпаклевкой. Пластичный раствор заполняет даже невидимые глазу трещинки. На ровные стены и потолок белая краска ляжет идеально. Пол застилаем хвойными плитами. Такая подложка прекрасно сохраняет тепло. Можно будет ходить босиком даже зимой. Паркетная доска однополосная с фасками по двум сторонам. Верхний слой – дуб, покрытый белым лаком. Серия называется «Лайт Свет». Что интересно, такое же название и у коллекции, в которой мы подобрали дверь-пенал. Облицована она кортексом цвета белый клён и декорирована черной стеклянной вставкой. Полотно высотой 2 метра 30 сантиметров движется по встроенной в проеме направляющей и заезжает в стену. Отличное решение для экономии пространства. Устанавливаем инверторный кондиционер с низким уровнем шума – серия «Сиеста». Сначала наружный блок, теперь внутренний. Прибор работает и на охлаждение, и на обогрев. При этом очищает воздух от пыли, уничтожает вирусы и аллергены. Оформляем подоконник. Фанерное основание с прорезями для циркуляции тёплого воздуха мы уже установили. Приклеиваем к нему тонкий керамогранит тёмно-пепельного цвета. Крупный формат листа, метр на три, позволил обойтись без лишних швов. Этим же керамогранитом отделываем оконные откосы. Приступаем к сборке портала, который станет центром всей интерьерной композиции. С одной стороны – каркас для откидной кровати. Немецкие газовые амортизаторы с пожизненной гарантией делают подъёмный механизм надёжным и безопасным. Напротив – стеллаж для книг с небольшим баром в центре. Все элементы портала выполнены из мебельных ДСП с ламинацией под дуб. Фактура имитирована настолько искусно, что от настоящего дерева не отличить даже на ощупь. У окна в гостиной зоне монтируем полки. Внизу открытые, они спрячутся за диваном. Вверху подвесные закрытые. Напротив – комод с выкатными ящиками в нижнем ряду и выездными дверцами в верхнем. Всю торцевую стену займёт гардероб. Корпуса шкафов и антресоли выполнены из ДСП. Фасада шлифованная МДФ. Белая краска на такой поверхности лежит идеально. В центре – ниша под пианино с полочкой для лампы. В комоде предусмотрены розетки и USB-разъёмы для аппаратуры. Полки декорируем тем же керамогранитом, что и оконную нишу. Он тонкий, всего 3,5 миллиметра, поэтому подходит для отделки любых поверхностей, в том числе и мебели. Напротив выкладываем этими плитами целую нишу. Максим, раньше мы через распашную дверь в комнату попадали, сразу она вся открывалась. Теперь узкая дверь, более высокая, и мы вот коридорчик такой прошли. Этот коридорчик как раз нам и позволяет создать некую камерность, потому как здесь у нас не только гостиная, но и спальня. И от входной двери в квартиру есть некая изолированность. Но дверь новая у нас не только красивая, она ещё удобная, места лишнего не занимает. Да, Оксана, она открывается по принципу пенала, то есть она полностью прячется в стену. И ещё приятно, на замочек она у нас, да, закрывается. Она закрывается, ещё и фиксируется на ключе. А по бокам, да, по обе стороны у нас шкафы. Да. У него глубина на 800 миллиметров. Он предназначен для складной мебели, которая будет у нас использоваться для семейных обедов и ужинов. А по этой стене у нас целая система шкафов замена старой советской стенки. Это полноценные плотяные шкафы на полтора метра и метр в той части. А также дополнительно антресоль. Внизу у нас выкатанные корзины, в них прекрасно на одежде хранится, вентилируется. Подобные корзины находятся у нас во всех шкафах в нижних частях. По большому счёту гардеробная. А здесь нишу оставили под пианино. Всё-таки такая музыкальная часть комнаты. Да, здесь у нас будет концертный зал. А в портале спальня у нас спряталась? Кровать у нас откидная. Я бы хотел сразу сказать о её безопасности. Конструктор предусмотрел, чтобы дети, заигравшись каким-то случайным образом, кровать его ребёнка не придавила. Для этого у нас существует стопор. Вы нажимаете, убираете стопор и опускаете вниз. Отлично. После раскладного дивана, мне кажется, особенно герои почувствуют разницу. Да, это будет комфортный сон. Вообще чувствуешь себя в такой коробочке небольшой, в отдельной комнате. Вот пропало ощущение гостиной, которая у всех на виду. Мне кажется, здорово за счёт простенков, которые получились у нас. Да, и верхняя часть нашего портала образует некое уютное гнёздышко, обволакивая. Всё-таки мы находимся в гостиной, и появляется ощущение уединённости именно непосредственно в спальной зоне. И для большего удовольствия напротив у нас ещё бар будет. Мечта Павла осуществится. Что ж, наши герои мечтали, чтобы мы им 10 метров прибавили. Конечно, не прибавляли, но вот спальню для них точно сделали. Да, подобное решение нам позволяет это. К нашей переделке мы вернёмся чуть позже. А пока присаживайся, дружок. Я поведаю тебе занимательную историю. Вот, пожалуй, неофициальный девиз 55-й мебельной выставки салона Дель Мобили, которая недавно завершилась в Милане. Мода на стори-тейлинг, рассказ, достигла апогея. Дизайнер теперь должен не только придумывать предметы, но и приправлять их красивыми историями. Фабио Новембро сообщил, что этот светильник – итог переосмысления всей его жизни. Напоминает старинный фонарь. Переносной заряжается на базе оснований и может освещать жизненный путь владеются долгие годы. Токуджин Ешоока рассказал, что работал с материалом как музыкант с нотами. Сочинял мелодию света, используя пластик разной толщины для своих светильников планет. А это Дирк Уинанс. Он не фанат романтики. Истории его просты и практичны. Диваны для улицы традиционно производят из обычных материалов, а потом закрывают защитными. Но все нужно делать наоборот. Этот диван из материала не очень-то комфортного для сидения. Зато ему дожди не страшны, и его можно накрыть тканью, на которой сидеть приятно. Сзади сумка-карман. Очень просто вы получаете комфортабельную софу с подушками. И главное – не нужно много трудиться, чтобы вернуть все на место, если вы, например, ночь до утра веселились на террасе. Или этот зонт. Обычно зонт так закрывается, и вам приходится всегда перед собой видеть его основание. А мы взяли идею китайского веера, который открывается горизонтально. Традиционный зонт – вертикально, а этот – горизонтально. Фиксируется магнитами. И вот вам ничто не мешает. Откроем его опять. Это действительно легко. Видите, здесь магниты. В две секунды все происходит. А вот история в картинках. Первый цельнолитой стол на одной ноге из бетона. Сделан в 1936 году архитектором Пьеро Баттони. Виллу, на которой он стоял, почти разрушили во время Второй мировой войны. А стол уцелел. Сегодня его переиздают с цементным покрытием и наполнителем из полимера, чтобы можно было легко передвигать. В современные интерьеры он вписывается идеально. Собственно, переиздание и переосмысление старых добрых предметов – тоже тренд долгоиграющий и актуальный. Табурет и стулья Алвара Алто, которые стали иконами дизайна 20 века, даже на части разобрали, чтобы посетители могли в полной мере насладиться элегантностью и простотой этих L-образных ножек. Впрочем, и такая классика имеет своих фанатов. Им, как правило, совершенно неинтересны ультрамодные новинки. И они всегда найдут место для рояля из малахита или такой роскоши. Высота 3 метра, диаметр больше двух. 2200 деталей. А если добавить к люстре историю, длиной в 800 лет, то грани венецианского стекла и сверкать начинают как будто ярче, почти как бриллиантовые. Вся работа делается вручную. После расплавки стекла есть всего несколько секунд до того, как оно начнет остывать. Поэтому в создании этих деталей участвуют сразу 4 человека. Мастер и помощники. Получается не просто люстра, а картина. Только художник ее выполнил не кистью, а орудием для обработки стекла. Инструменты применяются те же, что и в 13 веке, когда была изобретена технология изготовления венецианского стекла. Ножи, клещи, именно они придают особую типичную форму этим деталям. Еще один старичок – кресло Утрехт. Его придумал Герри Трейтвельд десятки лет назад. Но в этом сезоне кресло обили новой тканью. На ткацком станке с компьютерным управлением был создан геометрический узор, в котором ни разу не повторяется одна и та же комбинация треугольников. Кстати, о тканях стоит поговорить особо. В этом году было много ярких оттенков, фантазийных мотивов, неумирающей клетки и неувидающих цветов. Совсем недавно прошла выставка памяти моего родственника – «Оттавио Миссони», основателя нашей фирмы. Его рисунки, эскизы в духе футуристов и успех той выставки послужили вдохновением для оформления стенда. А также помогли создать обивку этого дивана. Спинка отделена от сидения. Можно играть с красками, менять ткань. Диван удобный, на нем легко расслабиться, даже если это не слишком элегантно выглядит. Ткань жаккардовая, обратная сторона обработана так же красиво, как и лицевая, что важно, например, для занавесов и штор. А эта штора лежит несгибаемыми монументальными складками, потому что сделана из дерева. Комод изобретательного «Ферруччо Олавиани» можно использовать как домашний бар или, например, спрятать в него телевизор. Комод от весельчаков братьев Кампана называется «Аквариум». Прозрачные вставки пузырей отбрасывают интересные, кажется, даже подвижные тени на пол. В целом предметы, создающие вокруг цветовые и цветовые рисунки, в этом году тоже весьма актуальны. Покрытие из латуни – еще один тренд сезона. Посмотрите, на первый взгляд существование такого стола противоречит физическим законам. Тонкие ножки и очень-очень длинная столешница без дополнительных опор. При этом выдерживает большой вес. А вот диван от Патрисии Уркеолы. Подушки спинки перекинуты через каркас и соединены связанной яркими ремнями. Сверху мягкий трикотаж, подходящий и для теплого кардигана. Еще один проект Уркеолы – кресло «Гендер». Одна выкройка и жесткий каркас, как будто согнутый вручную. Спинка мягкая, еще и отклоняется удобно. Дополняет картину чехлы-тапки, закрывающие ножки. В павильоне, отданном молодым дизайнерам, как обычно, было много интересного. Например, дровяные печи, сделанные из пенопласта. Эту коллекцию печей я создал после того, как подумал, что делать с кучей пенопласта, которым обкладывают при перевозке бытовую технику. Неужели только выбрасывать? Я вырезал из пенопласта форму, потом зарыл ее в песок и залил внутрь расплавленный металл. Заливал не сам, договорился с одним заводом. При этом пенопласт сгорает, а поверхность металла приобретает его фактуру. Такое воспроизвести, конечно, нельзя, но попадались на выставке и предметы, вполне подходящие для нашей рубрики «Мастер-класс». Взять хотя бы светильник-цветок с абажуром из обычных вешалок. А эти настенные светильники сделаны из пялец, то есть обручей для вышивания. Идея пришла от воспоминания моей бабушки. Она любила вышивать, и эти пяльцы меня возвращают в детство, которое я провел в деревне в Греции. Ткани легко менять, и, соответственно, можно создавать любое настроение. Вот тоже интересный светильник, посвящен моему дедушке. Основание сделано из пастушьих посохов. Абажур отбрасывает интересные тени. Мне нравится этот эффект. В дни мебельного салона выставочными площадками становятся даже улицы города. Центр Милана – обычный дом. Если бы не конструкции внизу, ни утром, ни вечером не разглядеть, что вместо оштукатуренного фасада – строительные леса, затянутые качественной тканью с хорошей печатью. Даже такая неэстетичная работа, как реконструкция здания, становится поводом сделать что-то интересное. Ведь дизайн – это не просто стул, стол, светильник или комод. Дизайн – это желание преображать в пространство вокруг и не только в собственном доме. А это Дирк Уиннанс. Он не фанат романтики. Истории его просты и практичны. Диваны для улицы традиционно производят из обычных материалов, а потом закрывают защитными. Но все нужно делать наоборот. Этот диван из материала не очень-то комфортного для сидения. Зато ему дожди не страшны, и его можно накрыть тканью, на которой сидеть приятно. Сзади сумка-карман. Очень просто вы получаете комфортабельную софу с подушками. И главное – не нужно много трудиться, чтобы вернуть все на место. Если вы, например, ночь до утра веселились на террасе. Или этот зонт. Обычно зонт так закрывается, и вам приходится всегда перед собой видеть его основание. А мы взяли идею китайского веера, который открывается горизонтально. Традиционный зонт – вертикально, а этот – горизонтально, фиксируется магнитами. И вот вам ничто не мешает. Откроем его опять. Это действительно легко. Видите, здесь магниты. В две секунды все происходит. А вот история в картинках. Первый цельнолитой стол на одной ноге из бетона. Сделан в 1936 году архитектором Пьеро Баттони. Виллу, на которой он стоял, почти разрушили во время Второй мировой войны. А стол уцелел. Сегодня его переиздают с цементным покрытием и наполнителем из полимера, чтобы можно было легко передвигать. В современные интерьеры он вписывается идеально. Собственно, переиздание и переосмысление старых добрых предметов – тоже тренд долгоиграющий и актуальный. Табурет и стулья Алвара Алто, которые стали иконами дизайна 20 века, даже на части разобрали, чтобы посетители могли в полной мере насладиться элегантностью и простотой этих L-образных ножек. Впрочем, и такая классика имеет своих фанатов. Им, как правило, совершенно неинтересны ультрамодные новинки. И они всегда найдут место для рояля из Малахита или такой роскоши. Высота 3 метра, диаметр больше двух. 2200 деталей. А если добавить к люстре историю, длиной в 800 лет, то грани венецианского стекла и сверкать начинают как будто ярче, почти как бриллиантовые. Вся работа делается вручную. После расплавки стекла есть всего несколько секунд до того, как оно начнет остывать. Поэтому в создании этих деталей участвуют сразу четыре человека. Мастер и помощники. Получается не просто люстра, а картина. Только художник ее выполнил не кистью, а орудием для обработки стекла. Инструменты применяются те же, что и в 13 веке, когда была изобретена технология изготовления венецианского стекла. Ножи, клещи, именно они придают особую типичную форму этим деталям. Еще один старичок – кресло «Утрехт». Его придумал Герри Трейтвельд десятки лет назад. Но в этом сезоне кресло обили новой тканью. На ткацком станке с компьютерным управлением был создан геометрический узор, в котором ни разу не повторяется одна и та же комбинация треугольников. Кстати, о тканях стоит поговорить особо. В этом году было много ярких оттенков, фантазийных мотивов, неумирающей клетки и неувидающих цветов. Совсем недавно прошла выставка памяти моего родственника Оттавио Миссони, основателя нашей фирмы. Его рисунки, эскизы в духе футуристов и успех той выставки послужили вдохновением для оформления стенда. А также помогли создать обивку этого дивана. Спинка отделена от сидения. Можно играть с красками, менять ткань. Диван удобный, на нем легко расслабиться, даже если это не слишком элегантно выглядит. Ткань жаккардовая, обратная сторона обработана так же красиво, как и лицевая, что важно, например, для занавесов и штор. А эта штора лежит неизгибаемыми монументальными складками, потому что сделана из дерева. Комод изобретательного ферруччо-оловиани можно использовать как домашний бар или, например, спрятать в него телевизор. Комод от весельчаков братьев Кампана называется аквариум. Прозрачные вставки пузырей отбрасывают интересные, кажется, даже подвижные тени на пол. В целом, предметы, создающие вокруг цветовые, световые рисунки в этом году тоже весьма актуальны. Покрытие из латуни еще один тренд сезона. Посмотрите, на первый взгляд существование такого стола противоречит физическим законам. Тонкие ножки и очень-очень длинная столешница без дополнительных опор. При этом выдерживает большой вес. А вот диван от Патрисии Уркеолы. Подушки спинки перекинуты через каркас и соединены связанные яркими ремнями. Сверху мягкий трикотаж, подходящий и для теплого кардигана. Еще один проект Уркеолы кресло Гендер. Одна выкройка и жесткий каркас, как будто согнутый вручную. Спинка мягкая, еще и отклоняется удобно. Дополняет картину чехлы-тапки, закрывающие ножки. В павильоне, отданном молодым дизайнерам, как обычно, было много интересного. Например, дровяные печи, сделанные из пенопласта. Эту коллекцию печей я создал после того, как подумал, что делать с кучей пенопласта, которым обкладывают при перевозке бытовую технику. Неужели только выбрасывать? Я вырезал из пенопласта форму, потом зарыл ее в песок и залил внутрь расплавленный металл. Заливал не сам, договорился с одним заводом. При этом пенопласт сгорает, а поверхность металла приобретает его фактуру. Такое воспроизвести, конечно, нельзя, но попадались на выставке предметы, вполне подходящие для нашей рубрики мастер-класс. Взять хотя бы светильник-цветок с абажуром из обычных вешалок. А эти настенные светильники сделаны из пялец, то есть обручей для вышивания. Идея пришла от воспоминания моей бабушки. Она любила вышивать, и эти пяльцы меня возвращают в детство, которое я провел в деревне в Греции. Ткани легко менять, и, соответственно, можно создавать любое настроение. Вот тоже интересный светильник, посвящен моему дедушке. Основание сделано из пастушьих посохов. Абажур отбрасывает интересные тени. Мне нравится этот эффект. В дни мебельного салона выставочными площадками становятся даже улицы города. Центр Милана – обычный дом. Если бы ни конструкции внизу, ни утром, ни вечером не разглядеть, что вместо штукатуренного фасада – строительные леса, затянутые качественной тканью с хорошей печатью. Даже такая неэстетичная работа, как реконструкция здания, становится поводом сделать что-то интересное. Ведь дизайн – это не просто стул, стол, светильник или комод. Дизайн – это желание преображать пространство вокруг и не только в собственном доме. Квартирный вопрос продолжает переделку в гостиной Самсоновых. Стену напротив двери от гардероба до портала закрываем зеркальной панелью. Коридор, образовавшийся при входе в комнату, стал в два раза длиннее. В нише из керамогранита вешаем полки из ламинированной ДСП. Фактура светлого дуба смягчает строгий темно-пепельный фон. Забавные деревянные кубики подвесные кашпо, сделанные из фанеры 24 мм на станке-роботе и покрытые защитным лаком. Этот черный экран вовсе не телевизор, как может показаться, а сдвижная панель из закаленного стекла. Но телевизор тоже будет в противоположном углу стеллажной композиции для симметрии. Специально под него на полках сделаны углубления. Над окном в нише подвесного потолка закрепляем электрокарниз. Для защиты от слишком яркого света полупрозрачная роль штора. Для полного затемнения блэкаут тоже рулонный. Обе шторы управляются с пульта. Но лучше вообще без них. Окно открывает роскошный вид, как картина в раме. Центральное место в гостиной по праву занимает модульный диван. Можно и посидеть, и ноги вытянуть. Цвет обивки светлый, чтобы этот гигант не казался громоздкой махиной. Женя, у наших героев был большой диван, но мы поставили еще более внушительный. Да, Оксана, мы поставили диван более трех метров. Очень удобный. Он у нас трансформируется. У нас есть пуф, который мы можем при необходимости отодвинуть, использовать его как дополнительное место для сидения, посидеть, пообщаться. Здесь у нас появится кофейный столик, мы можем попить кофе. Хоть в узком семейном кругу, хоть с друзьями. Да, также с друзьями. И еще есть возможность, да, у нас у дивана одна? Да, абсолютно верно. Появляется дополнительное место для сна. Этот модуль мы отстегиваем от фиксатора. На колесиках сюда, очень легко. Фиксируем его здесь. Чтобы не разъезжались у нас модули. И у нас образовалось место для игр, для сна, для отдыха. Лежанка такая. Мягкая, мягкая лежанка. И места даже за ним не пропало. Да, места за диваном не пропало. Мы расположили там полки, потому что у героев очень много книг. И понятно, что какими-то книгами пользуются крайне редко. Они смогут их хранить там, а на полках, которые расположены выше, расставить книги и сувениры, которые более актуальны. Которые чаще читают, рассматривают. Ну что, как раз у нас декор остался, да и вообще еще немало у нас работы. Предлагаю продолжить. В секцию комода, оборудованную розетками, прячем ресивер для приема спутникового телевидения. Саму тарелку монтируем на крыше дома. Освещать комнату будут поворотные споты, закрепляем их в заранее оставленных гнездах. Второй вариант освещения – светодиодная лента по потолку. Ее же мы пустили под комодом. Так он выглядит легким, парящим над полом. А запускать эти световые сценарии можно будет с помощью бесконтактных выключателей. Теперь нашим героям достаточно чуть ближе пройти к этой стене, и комната сразу встретит их включенным светом. Мы установили здесь сенсорные выключатели. Вот так подносишь руку на расстоянии 5 сантиметров примерно, и инфракрасный датчик внутри реагирует на движение и включает свет. Думаю, хозяйкам такое решение однозначно понравится. Реже придется чистить рамки и клавиши. Вот так зажигаются споты слева от портала. Ниже диодная лента в этой же части комнаты и такая же схема в гостиной. Тоже споты и диодная подсветка по контуру потолка и под навесной тумбой. Споты поворотные. Модель называется «Орбита». Можно легким движением руки направить поток света в любую сторону. Выделить шкафы, например, или полки дополнительно. Или, может быть, создать причудливую игру теней. В общем, наши герои смогут выбрать тот вариант, который им больше понравится. По словам героев, свое пианино они подбирали под лакированную стенку. Но у нас оно ожидаемо белое. Качество звука отличное. Есть функция игры с оркестром. Для этой гостиной то, что нужно. Миниатюрный кофейный столик из фанеры занял место рядом с диваном. Ну а эти сборные столы посерьезнее для больших застолий, сделанные из фанеры экстра-класса. С одной стороны поверхность покрыта пластиком, с другой лаком. К ним в комплект восемь стульев. Их прототип складной стул Кристиана Десиля делают из бамбука, а наши фанерные с мягкими волочными накладками. В сложенном виде вся столовая уместилась в шкафу у двери. Телевизор с диагональю 102 сантиметра на выдвижном кронштейне завершает стеллажную композицию напротив дивана. В ящики для белья укладываем одеяло и подушки. На диван подушки декоративные. В нише над пианино размещаем галерею семейных фотопортретов. Лампа-обезьянка выполнена из смолы. Автор итальянец Марк Антонио Раймонди Малерба. Раймонди Малерба. Раймонди Малерба. Раймонди Малерба. Цветы в кашпо пока искусственные. Пусть хозяева подберут растения на свой вкус. Раймонди Малерба. Раймонди Малерба. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, Максим, Евгения, получилась у нас действительно гостиная с порталом в другую реальность. Да, Оксана, у нас получился такой портал, который за минуту превращается в спальню, и это уже реальность такая уютная для наших молодых. Мы предусмотрели три сценария освещения в вечернее время, когда выключим основные споты, подсветка под потолком сделает очень мягкий свет, и когда мы опустим кровать, здесь будет очень уютно, интимно. Или мы оставим включенную одну обезьяну, здесь получится очень хорошо. Как раз вот такая камерная атмосфера, именно настроение задаст наше освещение. Обезьянка, кстати, забавная. Но еще у нас очень, конечно, разбавляет, сразу бросается в глаза, да, всю эту картину такую чистую, строгую, вид из окна. Вид из окна, да. Мы намеренно оставили окно открытым, обрамив его темно-серым керамогранитом, потому что это дало глубину. Мы наблюдали, как здесь двигается солнце в течение дня, какой прекрасный закат вечером, и не хотелось эту красоту закрывать и вечернее время, и днем, поэтому мы применили рулонные шторы двух типов. На случай, если все-таки будет очень яркое солнце, мы можем полупрозрачную штору отпустить. На случай, если раннее утро бывает, что и в 4, и в 5 утра светает, мы можем опустить шторы блок-аут. Причем не вставаясь с дивана, мы можем это сделать. У нас на электроприводе карниз. Да, он опускается с помощью кнопки пульта. И еще, мне кажется, вот как раз упомянули мы керамогранит, вот эти вот углубления, ниши, они действительно как-то у нас стены визуально все равно раздвинули. У нас нет ощущения загроможденности шкафами, хотя их здесь очень много. Несмотря на то, что он темно-серый, но это действительно дало глубину, и вот наша ТВ-зона, которая, все задают вопрос, два телевизора, на самом деле у нас прием такой. На самом деле это такой прием. И самое интересное, что в этой светлой, уютной, просторной комнате масса возможностей у нас заложена. В гостиной мы уже показывали, как она организована, в спальню тоже. Вот у нас музыкальная зона оформилась. Но это еще не предел. Да, складная мебель у нас находится в этом шкафу. Осталось только наши складные стулья принести. Да, очень быстро они складываются. Это достаточно комфортно. Мы с вами за большим столом. Это как раз вариант для большой компании. Да, здесь поместится спокойно 8 человек. И еще у нас можно концертный зал устроить. То есть легко мы разворачиваем наши стулья и, не вставая из-за стола, например, можем продолжить вечер, слушая концерт. Например, кто-то музуциирует. Как раз сестра Павла приезжает. И даст вот такое представление домашнее. Для зрителей. Ну что, отлично, удобно. Я думаю, пора уже наших героев сюда приглашать. Да. Ну а как семья Самсоновых примет свою новую гостиную с порталом, мы узнаем сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сегодня мы переделали гостиную для семьи Самсоновых. Самое время показать героям, что у нас получилось. Они, кстати, уже подъехали. Здравствуйте. Проходите. Проходите, проходите. Татьяна Павловна, Женя, Павел. Все в сборе. Да. Мы бы вам соскучились опять. И мы бы вам соскучились. Но я смотрю, вы сразу обратили внимание. Да, я бы с краю глаз. Глаз не оторву. Но дверь мне нравится. Дверь вообще красивая, стильная. Ну а судя по тому, вот какая дверь, как вы думаете, в каком стиле интерьер, что там? Даже не представляю. Когда была вот эта штучка складная, у меня там мысли были о змейке, что это вот что-то будет все складываться, раскладываться, из одного вида переходить в другой. Я не переживаю. Не, я вот как с самого начала говорю, что мне удовольствие от процесса просто. Но вот если даже предположить, что не понравится, все равно будет новое, ну что-нибудь сделаем потом, если что. Ну хорошо, я смотрю. Хочется, наверное, уже скорее дверь открыть, зайти посмотреть, да? Ну тогда пойдемте скорее. Вау! Вау! Ничего себе! Ох! Ничего себе! Ничего себе! Какая красота! Ой! Да, в этот момент надо говорить вау-вау-вау, можно сказать вау-вау-вау! Можно все открывать? Конечно, можно все открывать, все смотреть. Не бойтесь. Смотри, какие вещи. Прекрасно. О, а вот и наша пианино. Да-да-да-да-да-да. А тут сейчас покажем вам сюрприз. Вот, значит, трансформер, мне кажется. Вот, смотрите, легкое движение делается вот так вот нажатием. Так, внизу вот так вот ногой убираете стопор. Так, вот. И спокойно уже опускаем. Немецкие механизмы все там с пожизненной гарантией. Павел, ну прошу вас, у вас матрас латексный, очень мягкий, ортопедический. Так, вот теперь у вас. Постоянно хочется оглянуться на старые двери. Ну это вот такая вот идея, чтобы у вас в гостиной была возможность такую спальню свою вот устроить, отгородиться. Прекрасно. Теперь уже, я думаю, вы даже без меня справитесь, да. И вот здесь основание даже для щелчка. Ну вот, значит, легко поднимается, да. Ох, слушайте, а эти еще? Ну как? Ну посмотри, нажимайте, нажимайте. Открываю? Да. О-о-о-о. Спасибо. А вот здесь вот великолепно. Ой, замечательно. А посуда вам, кстати, для сервировки стола. Да. Ты же и стол есть? Ну как вы думаете, где он спрячет? Я уже нашла. Ну давайте посмотрим. Так. Открывайте. Ничего себе. У вас тут целая система. Так, доставайте, да. Там два стола, да. По столешнице и вот такие у нас крестообразные основания. Парень, на самом деле, вы можете даже вдвоем. Да, вот так совершенно спокойно собрать. И парень столешницы уже по вашей части. Главное попасть в пазы. Должно быть все в порядке. С фанером очень просто сделано. Можете вот так, как вам нравится. Ну да. Крутить. И здесь легко все двигается. Рядом стульчики. Павел, вперед. У вас там тоже есть и для вас, и для гостей. Это у вас вот такой мобильный вариант столовой. Прекрасно. Такое ощущение, что это вообще отдельная какая-то квартира. Да. Ну что, можем столовую нашу складывать обратно? Да, давайте сейчас сложим. Как раз заодно оцените, насколько это действительно мобильно и быстро делается. Ну, проходите. Хоть добраться вам до гостиной. Следующий собрание сочинений. Какое окошко, а? Подоконник у вас и откосы покрыты вот тонким слоем керамогранита. Такой прочный. Отверстие там держи. Неожиданное сделано. Окно неожиданное. Неожиданное. Вообще дизайнеры очень удивились, насколько очень красивый вид. Да, да. И даже не хотелось его закрывать. Но на самом деле, Татьяна Павловна, у вас там культик есть небольшой. Да, вот он. У вас две шторы здесь. И вы можете не вставая с дивана или с кровати окно закрыть. Их можно и по отдельности, и можно все вместе вот так опускать. Кондиционер у вас есть как раз на храме. Да, я обратил внимание. Увидели с улицы. Он с фильтром от бактерий, от вирусов защищает. Можно управлять, да, и с планшетом, и со смартфона. И довольно тихо работает, так что будете тут клиент регулировать. Хоть на диване, да, посидите. Мам, угловой диван, мам, угловой. У мамы очень любимая тема – угловые диваны. Вот видишь, что они диваны. Они очень уютные, мне нравятся. Вот у вас, собственно, телевизор. То, что я вот хотела, чтобы не было больше пространства для хранения, чтобы вот больше функциональности было, это прямо на все 100% учтено. И для книг мы переживали, что, может быть, для книг не будет столько места, сколько было раньше. Мне кажется, они все прекрасно сюда поместятся. И для хранения вот одежды, те шкафы, и диван великолепный, и пол. Ну, и все, да. Пол красивый. Все необычно, да. Много неожиданного и вот приятного неожиданного. Вот я и представляла все в каких-то таких светлых тонах и в темных. Вот темный, не видела здесь темных тонов. Белое пианино у меня было сразу, что оно будет белое. Свет, окно. Но я не ожидала такого. Ну, я думала, обычное, так, стандартное окно. Я даже не ожидала, что подоконник такой был. Павел, ну, вы у нас самый эмоциональный, самый оптимистичный. Я доволен, что понравилось маме и Жене. Ну, а в принципе, мне тоже все очень нравится. То есть тоже то, что я говорил. Лаконично. И учли все пожелания. Какие? Ну, что особенно? Ну, бар вот удивили. Диван, да. Кровать. Кровать, да, то, что предполагали, конечно, ее. И Аннах немножко, даже хоть напротив телевизора, но в стороне. Все, вот как получилась мини-спальня. Да. Вот, несмотря на то, что, вроде бы, как мы как раз говорили, что мы не хотим это делать, типа, чтобы это было там спальня. А вот... Сохранилась общая функциональность комнаты. Функциональность в комнате, да, сохранилась. И при этом добавилась вот зональность небольшая, да. То есть она вот цветовая, там вот фактурная. То есть эта идея с порталом нравится вам? Да, да. Так, а вот еще мы с вами раскладывали стулья и столы. Вот как вам? Да, великолепно. Да, у нас со стульями проблемы всегда были. Вы ее решили? Теперь нет. Вы ее решили. Все чудесно. Волшебно. Мне очень нравится. Если вы хотите стать героями программы, устроить переделку на даче или в квартире, пожалуйста, присылайте письмо по адресу 129075 Москва, улица Аргуновская, дом 3, строение 1, Переделка ТВ. Также можете заполнить анкету-заявку на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok